значит выпустил я 2 августа свой гайд на марсе с доминатором а гейб такой гейб ты чё совсем уже ты отобрал меня нормально развеивание сульты возможность прыгать от кого угодно порезал дальность прыжка порезал мне урон повесила гоним так ты еще и решил у меня забрать сайдкик а точнее лучшая помощь заварушки это надежный помощник за что тебе что было мало фиксов так ты еще и хочешь фулл сапа сделать из персонажа тогда зачем оставлять пункты как керри инициация надо всем адекватным привет остальным соболезную что ж не буду затягивать что я думаю по поводу изменений я думаю героя больше забалансили нежели понерфили теперь раскачка другая и наверное в целом это все но все же пара моментов есть как ты считаешь живой ли персонаж на корпозиции в текущем патче и пиши свое мнение в комменты и так поскольку сайдкик теперь баф который спадает только после смерти самой марси или ее союзника если не смотрел как сделать сайте к вечным смотри видео по ссылке в описании то его имеет смысл качать лишь на первом левеле чтобы добивать крипов имея неплохой урон с руки причем постоянной 6 урона я вам скажу это немало это в самый раз и так закуп я обычно беру такой много веток топор танго и по необходимости стики дальше мы вешаем сеткик на нашего сапа и фармим да да не удивляйтесь фармим до хэлмов айронвилл фармим до шлема железной воли потом уже можем разменивать нарезы ибо хп реген и броня у нас есть лучший момент для нападения это третий левел но если саппорт со станом и может начать драку то и за второго но это 50 на 50 наш пик силы наступает на шестом левеле поэтому в идеале фармим до ультимейта если же саппорт с хорошим нюком или с хорошей тычкой то прыгаем на людей начиная с 3-4 левела и отправляем их таверну фармим до доминатора и тут два варианта если же мы хотим идти фармить то просто вдобавок к доминатору приносим колоретку если гангать то смог колоретку находим крипа регене ману если нужно нажимаем смог и идем гангать вражеского кора кнопок не жалеем убили мидера отлично колем союзника снести тавер если он помогает ушим если нас отгоняют или союзник не хочет пушить не беда идем фармить лес итак вопрос который меня изрядно задолбал от моих тиммейтов а зачем тебе доминатор ты и так плохо фармишь еще и хрень купил ну что ж покажу это снова и снова конечно же если можем сместиться и загонгать вражеского сапа поскольку это зачастую самая легкая цель то гангаем реализовываем ульту и снова уходим фармить на слот сапога лучше всего подойдут фрезы так как мы играем с доминаторным кирпом чтобы не было глупых моментов где мы от него бьемся к тому же под ультом прожав фрезы мы быстро сближаемся с соперником идеале покупать смог под завершение кд ультимейта делать скилл и уходить фармить пока не вынесешь нужные артефакты зачастую это бкб и вот мы купили бкб что дальше а вот тут уже полная свобода действий все зависит от вражеского пика и тут мы уже задаем себе вопросы а хватает ли нам урона а могу ли я нанести урон и так далее мой тренер и друг монтикор выпускает отличные обучающие ролики ссылка на 5 вопросов что покупать а также на остальной обучающий контент оставлю в описании самом начале качаем сайт хик на первом левеле бафрим свою саппорт и добиваем крипов потом прокачиваем ребаунд чтобы в случае если на нас нападают мы могли убежать потом уже качаем диспост на третьем и затем уже максим ребаунд на шестом качаем ультимейт после ультимейта мы продолжаем максить ребаунд и соответственно после того мы за максим ребаунд мы не качаем таланты мы начинаем максить первый зачем значит первый нам помогает еще лучше фармить лес еще лучше фармить пачки, мы просто прыгаем со второго и нажимаем первый. Все, пачка зачищена. Если не зачищена, то доминаторный гриб за нас это почистит. Дальше. Так же аппаем ульту. В случае, если у нас есть кого бафать, есть кому давать сайдкик, какой-то сильный кор, да, кто бьет с руки, то мы максим сайдкик. Если же у нас такого кора нет, то мы максим плюсы. Зачастую есть кор, который бьет с руки, максим сайдкик, бафаем его и, соответственно, потом просто максим плюсы. До 20-го левела. На 20-м левеле мы берем по ситуации, если мы не догоняем противника, берем передвижение Unleash, если мы всех догоняем, то берем кстану. То есть, в основном зачастую тут 50 на 50, как получится. И дальше качаем атрибуты. Вот до 25-го левела. Ну, на 23-м тут уже смотрите, что хотите, то берите, что вам больше надо, да. В целом, к лейту лучше брать левый талант. На 25-м, соответственно, берем сайдкик. На этом моменте обычная игра уже заканчивается. Итак, сейчас я объясню, каких крипов брать и почему. Крипы берутся под разные совершенно ситуации. Вот, допустим, у нас есть кентавр. Очень редко беру маленького кента на ауру. Ну, потому что, в целом, для нас он бесполезен. Нам что нужно? Нам нужно либо фармить, либо убивать персонажей, да. Кентавр — отличный крип, чтобы гангать. Он в этом плане универсальный. То есть, всегда на драку берите кентавра. В 99% случаев. Ну, хорошо, в 80% случаев. Почему? Потому что у него есть стан на 1,6 секунды, да. В комбинации с нашим прыжком это 3 секунды стан лока. То есть, как наша комбинация будет выглядеть? Мы всегда ведем крипа впереди, да. Отталкиваемся от него. Потом станем непосредственно крипом. Ну и, соответственно, бьем. Если нажимает ТП, перекидываем. С этим, понятно, крип только на киллы, только для драк, а для фарма он, значит, не подходит. Содирь душикрат. В целом, беру его только в одном случае. Если мне дико не хватает маны, если приходится постоянно кнопки нажимать, да, чтобы фармить. И если подходящего крипа нет. Потому что все, что он дает из полезного, да, это реген маны. Манаберн, не знаю, ну, такое себе. То есть, плюс-минус, не всегда полезно будет, в общем. Так, сатир колдун. Соответственно, для чего его можно брать? Ну, например, можно с себя дисплейлить всякое говно, типа гелий. Да, вот на мне гель. Я могу его спуржить, да. Лазер. То есть, тоже я его пуржу, да. Давайте еще раз сделаю, чтобы было понятно. И, соответственно, таких противных персонажей с гостом, например, как некрофос. Он нажимает гост, и мы его пуржим. То есть, нам он или файр не нужен, мы непосредственно пуржим просто гост некрофосу. И можем его убить. Комбинация та же. Мы также прыгаем через крипа. Допустим, он успевает нажать вторую, да, мы ее просто пуржим. И, соответственно, просто убиваем персонажа. Переходим дальше. Сосновый налетчик. На самом деле, в этом плане это крип универсальный. Его можно использовать как для гангов, так и для фарма. Потому что у него есть шишка, которая скачет по крипам, да. И в комбинации с нашим прыжком, ну, то есть, мы быстро, на самом деле, зачищаем пачку. И в комбинации этих двух способностей, да, мы тратим всего, грубо говоря, 100 маны у себя и 100 маны у шишки. И, соответственно, быстро зачищаем крипов. В плане гангов что-то экстраординарного не несет. Просто приятное замедление на 100% на одну секунду. Ну, помогает нам, грубо говоря, цель какую-то немобильную догнать, да. Очень удобно вот такие компы, например, зачищать. Тролль призывает непосредственно своих ребятишек. И мы быстренько их зачищаем с помощью первой и прыжка. Так, по поводу троллей. Значит, смотрите, есть два вида троллей, да. Холмовой тролль и тролль-некромант. Холмовой тролль нам нужен для ганга, потому что у него можно также... Это дополнительный контроль, то есть мы прыгаем непосредственно через крипа. Также прыгаем на персонажа, бьем-бьем-бьем, кидаем сетку, продолжаем бить и так далее. То есть эта сетка хороша против тех персонажей, у кого нет БКБ встроенного, кто также не особо мобильный, кто не может ускакать из этой сетки, не может ее развеять. В общем, этот холмовой тролль из этого стака, да, он непосредственно на ганг. Тролль-некромант. Он призывает скелетиков. Этого крипа можно использовать в двух случаях. Если вы не нашли что-то лучшее для фарма, он позволяет, то есть вызывает скелетиков, да, которые бафают вашу атаку. То есть каждый скелетик бафает ее на 3. Соответственно, с 3 скелетов у нас плюс 9 урона, плюс еще сам некромант бьет нормальной тысячечкой, да, у него 67 плюс 12. И мы просто вот этот вот стак можем быстренько зачистить, да. Призываем даже еще, ребяток, и просто быстренько убиваем стак. И, соответственно, для чего еще хорош этот тролль. Этот тролль хорош для пуша вышек. Я даже продемонстрирую, да, это. То есть, помните, да, эти видосы, там, где НЧА в соло с этим троллем сносит вышку. Мы можем так же. То есть, мы просто вызываем скелетов пока, и вышка с пачкой крипов просто невероятно быстро падает, потому что тролль бафает всю пачку крипов, самого себя, плюс нас, и мы на самом деле очень быстро съедаем эту вышку. Так, по поводу нейтралки. На самом деле, зачастую, если есть кольцо, всегда беру кольцо, потому что я как бы доливаю ману себе, учитывая, что я фармлю непосредственно скиллами, да, мне нужен источник маны, и мои крипы тоже нажимают кнопки projectile, им тоже нужна мана, поэтому я зачастую беру аркинеринг, он как бы дает нам и брони, и интеллект, это статы, в любом случае, очень удобно, да, помогает фармить, помогает гангать, и чуть-чуть выживаемости, и чуть-чуть урона. Сатир мучитель, крип исключительно на фарм, то есть, что мы с ним делаем, мы прыгаем на пачку лесную, да, либо же на пуш непосредственно об крипа, либо же об пачку, да, очень удобно зачищать лайновые пачки, потому что у него есть projectile на 160 урона в АУЕ, то есть мы прыгаем на него, жмем projectile, зачищаем пачку, и уходим, соответственно, в лес. В лесу ситуация повторяется, также прыгаем на крипов, также зачищаем пачку. Итак, урса. Маленького урса рассматривать не буду, потому что в целом, ну, прикольные, конечно, бафы, но нам они не подходят. Значит, урса, тоже крип, исключительно на фарм, редко его берут для драк, но зато у него есть АУЕ урон. Этот урон, АУЕ, да, если мы сатиры не нашли, то есть мы можем брать урсу, и просто также клэпать, зачищать быстренько пачку, и уходить. Значит, тролль-жрец нас не интересует, нас интересует тролль-берсерк. Почему? Потому что у него есть очень классная способность, которая ломает пассивки на 3 секунды. Напомню, что есть такой предмет в игре, как Сильвер Рейдж, он отключает пассивки на 4 секунды, да, но стоит он 5000. И то есть в начале игры мы его себе позволить не можем, но мы можем себе позволить в начале игры Доминатор, и как раз таки Доминатор позволяет приручить нам крипа, который ломает пассивки. То есть в начале игры такие персонажи, как Акс, такие персонажи, как Спектра, такие персонажи, как Бристлбэк, то есть они особо нам не мешают. То есть мы можем на ранних стадиях их спокойно гангать. То есть персонажи с неприятными пассивками мы их просто отключаем, и, соответственно, Акс не крутится. Вот, если мы будем бить, он будет крутиться, наносить нам урон, да, и, соответственно, тролль Берсерк просто не дает крутиться, потому что пассивка не работает. То есть, смотрите, счетчик вот идет, 3-2 удара, он крутится, окей. Теперь тролль кидает тычку, и все, счетчик не идет, потому что пассивка отключена. И вот в это окно в эти 3 секунды мы, учитывая, что у нас есть ультимейт, мы можем много надамажить, вот, соответственно, Спектра, да, мы ее бьем, на нас отражается урон, как и на крипа, отключаем пассивку, и, соответственно, мы уже намного бодрее ее пробиваем. И, соответственно, Бристлбэк. Становимся спинкой, бьем по спине, особо урона не наносим, кидаем истощение, и уже намного бодрее урон идет, да. Этот крип там нужен только для того, чтобы отключать неприятные нам пассивки, которые мешают нам убивать персонажа. Итак, Глиняный голем. Ну, на самом деле, крип такой себе, это маленький контроль, типа, избивать ТП, микростан какой-то, ну, подойдет только для драк, потому что, опять же, сам крип по себе слабый, тычка у него слабая, да, распадается на дух големов, ну, в общем, только для драки, если вы не нашли ничего лучшее, в принципе, подойдет, чтобы ТП-шку сбить, там, дать какой-то микростан, сбить каст какой-то способности, не знаю. В общем, Глиняный голем мне не нравится, потому что, ну, опять же, слишком короткий стан, маленькая тычка, не пофармишь с ним, не пофармишь с ним, ну, в общем, очень-очень такой себе крип. Собух, вот этого товарища, мы берем исключительно на драку, для фарма он не подходит, маленькие совята, ну, может быть, и подойдут, да, для какого-то фарма, крутить торнадо, но, на самом деле, не очень эффективно, что помогает делать совух. Значит, здесь совух выступает непосредственно в роли крипа для драки, но при этом этот крип, он больше как сейв. Можно, конечно, да, подтягивать к себе персонажей, чтобы они не убегали и непосредственно их избивать, да, но на самом деле этот крип больше на сейв, против таких персонажей, как Клокверка, против таких персонажей, как Андерлорд, то есть непосредственно те, кто нас срутит, да, либо не выпускает из какой-либо зоны. Вот если нас, допустим, закрыли в когах, мы можем себя просто выкинуть непосредственно, да, из ког, чтобы не покупать форстав, да, и не надеяться на саппорта. Также совух там помогает спастись от Питов Малиса, непосредственно он нас может просто выбросить, да, то есть это крип сейва, на драку крип сейва, все, то есть больше у него никаких функций особо нет, то есть фармить он не помогает, драться, да, но только в роли сейва. Призраки, значит, просто призрак нас не интересует, ну, как бы такое себе, да, две пассивки, не очень интересно, но падша душа на самом деле интересно, чем? Значит, это крип в использовании, тяжелый, но он нам дает 3 секунды сайленса. Против таких персонажей, например, как Пак, таких персонажей, как Сларк, таких персонажей, как Антимаг, то есть непосредственно тех, кто может уйти из-под стана, вариант неплохой, но он сработает только в том случае, если ваш projectile, да, ваш сало непосредственно долетит до персонажа, то есть, вам сначала надо прыгнуть на персонажа, да, а потом уже дать сало, то есть, нужно сделать так, чтобы пока персонаж вражеский стоит в стане, вам надо, чтобы это сало долетело вовремя, да, а лучше в идеальный тайминг, то есть, оно летит примерно вот с такого расстояния, ну, примерно секунду, да, то есть, с максимумом ринжа, и соответственно, вот вы отталкиваетесь и сразу же кидаете сало, то есть, вы не ошибетесь, оно прям под тайминг прилетит, на самом деле, в этом плане все просто, но, опять же, не забывайте, что у него скорость передвижения довольно-таки маленькая, да, в сравнении, например, с кентавром, то есть, он подбежит медленнее, поэтому старайтесь всегда этого крипа держать впереди, любого крипа старайтесь держать впереди, потому что мы от него привеем, и соответственно, что вы делаете, то есть, примерно, вот я подошел на радиус, сразу кинул сало, человек вышел из стана, но на нем 3 секунды безмолвия, я могу его безнаказанно бить, то есть, на ранней стадии игры это очень сильно, то есть, 3 секунды сайленса, напоминаю, что арчит дает 5 секунд сайленса, но стоит он 3400, да, а тут мы просто находим крипа, если нам повезет, то есть, в целом, в использовании этот крип классный, да, для соло-ганков, круто, но опять же, на самом деле, простой стан, типа кентавра, в реализации проще, крип сам потолще, и атаки у него побольше, то есть, как ситуативный крип, очень крутой крип, на 3 секунды сайленс, 3 секунды на 10-15 минуты, это как бы жестко, вот, и чел просто умирает, продолжает непосредственно, категорию крипов на фарм, Огр Громила, то есть, и чем этот крип хорош, у него есть, ауе стан, он наносит 200 урона, плюс 8% от здоровья цели, то есть, что мы делаем, мы просто непосредственно крипа подводим, прыгаем, и наносим урон, в ауе, и на самом деле, вот эта способность, она мега крутая, потому что она в ауе дает дэмэдж, и вот такой стак, мы можем очень-очень быстро зафармить, то есть, просто подбиваем всех крипчиков, и все, и идем дальше, то есть, мы быстро зафармили крипов, кд шца на 12 секунд, как и наш прыжок, да, то есть, ну, очень удобно, вот реально очень удобно, я считаю, что это лучший крип на фарм, ну, лучше просто нету, то есть, он позволяет нам еще даже стаки фармить, мы можем пофармить с ним иншей, и нас крипы, соответственно, не дамажат во время оглушения, поэтому, огры громила, топ-1 крип для фарма, лучше нет, непосредственно большой волк, то есть, чем волк хорош, волк на самом деле, хороший крип для пуша, волк хороший крип для забирания рошана, то есть, его брать тупо на пуш, может быть, на урон в драке, тоже неплохо на ранних уровнях, но, опять же, повторюсь, уже в который раз, лучший крип для драк, это кентавр, все, да, вожак волков, у него есть аура, которая апает урон в радиусе на 30%, то есть, для пуша, для забирания рошана, круто, для файта, ну, возможно, не очень, может быть, в том случае, если вы проигрываете, и вам нужно больше урона, да, возможно, волк поможет, но, опять же, то есть, я этого волка беру, только в том случае, но, опять же, да, для пуша есть более крутой крип, как тролль, соответственно, есть крипы для пвп, да, это отрубать пассивки, станить, давать сайленсы, и так далее, для пуша, это вызывать скелетиков, бафать урон нашей команде, да, чтобы быстрее сносить вышки, и для фарма, непосредственно, это крипы с каким-то ауе дамажащим спылом, чтобы быстро зачищать пачку, с помощью прыжка, и ауе скилла крипа. Допустим, у вас выбегает отсюда, допустим, вражеская команда, да, вы можете отдать на съедение крипа им, то есть, пускай они его бьют, даже если это кентавр, вы можете нажать стан, просто приручаете следующего крипа, и уходите на базу непосредственно, да, убегаете, то есть, это позволяет вам эскейпнуться, в таких вот местах, то есть, вы можете сделать это здесь, если за силы сми играете, можете сделать это здесь, можете сделать это здесь, То есть точек таких много, да, именно где вы можете перепрыгнуть сам ландшафт, и то есть вас враги не догонят То есть в плане сейва доминатор у нас тоже вручает Еще одна фишка, если, допустим, вражеский саппорт зачищает пачку, вот он идет, грубо говоря, пушит тавер Что вы можете сделать? Если ваших крипов нет, вы, допустим, стоите в смоке, вы можете приручить крипа, оттолкнуться и, соответственно, убить, просто наказать его за отпуш Это делается только в том случае, ваших, соответственно, крипов нет, вы приручаете вражеского крипа и просто от него толкаете На самом деле прикольная фишка, среагировать на это очень тяжело, потому что это все происходит в моменте Что видит соперник? Он видит, как его крип стал вражеским, от него уже в себя летит Марси и просто разбивает тебе лицо на ультимейте То есть, ну, такая фишка, то есть она не сверх какая-то ординарная, вы просто непосредственно приручаете крипа и просто прыгаете То есть, ну, опять же, да, на это нужна практика, но, опять же, если вы научитесь это делать, на самом деле сможете очень часто удивлять всяких фурионов, каких-то паков и так далее, так далее, так далее, так далее То есть персонажей, которые непосредственно любят пушить товара в опасной зоне, классная фишка Итак, что мы вообще собираем на Марсе после Доминатора? Тут все просто, если много контроля, в основном сейчас саппорты в мете, которые дают станы, сайлинсы, замедления, ну, в общем, как обычно, да То есть те, кто нам не дают бить, мы просто первым слотом покупаем БКБ после Доминатора, чтобы банально наносить урон, чтобы нам никто не мешал Следующий слот зависит от коров команды То есть, если коры команды имеют неприятные пассивки, которые не позволяют их убивать Либо пассивки, из-за которых с ними невозможно драться, как селедка, да, у него башер Либо по типу присталбек или спик 3 с кускаром То есть пассивки, которые не дают их убить, то есть делают их плотными Мы, соответственно, покупаем сильвер, нажимаем ультимейт, нажимаем сильвер, подбегаем к челу и просто непосредственно ломаем лицо Драться они с нами не могут, потому что их пассивки, которые дают им либо боевой потенциал, либо выживаемость просто не работают Они просто отправляются в таверну и мы выключаем этих персонажей из игры Те, кто непосредственно именно хотят с вами драться, так скажем, раз на раз, да Те, кто бьют физатаками против этих персонажей, очень отлично подходит башер, потому что он не позволяет бить Против Русе отлично подходит башер, против Леги отлично подходит башер, против какого-нибудь Тролля тоже в целом нормально подходит башер В общем, вот именно против таких персонажей Значит, по поводу Арчида Арчид крутой штативный артефакт, но в том случае, если во вражеской команде есть персонажи, те, кто не покупают БКП По типу Бака, по типу Сларка, то есть те, кто боятся Арчида, как воин, например, на ранних стадиях Он редко покупает манту или БКБ Но опять же, то есть Арчид крут против короб, который не покупает БКБ Арчид крут против саппортов, которые вряд ли купят себе БКБ или Еул То есть какого-нибудь Оракла напрягать, ВДшку, Скаймага и так далее То есть все, кто боится Сайленса, Арчид заходит великолепно То есть, но опять же, зачастую его очень редко покупаешь Потому что предмет все-таки ситуативный Против иллюзий Значит, я тестил И по факту против иллюзий лучшим всего выбором будет Глипнир Потому что скорость атаки нам не нужна Лимиты скорости атаки снимаются с ультимейта То есть у нас максимальная скорость атаки на анлиша И поэтому самым лучшим выбором будет для нас непосредственно Глипнир Потому что Глипнир нам позволяет уничтожать все иллюзии очень быстро Вы спросите меня Соответственно, почему не Мьёльнир? Ну, смотрите, ребят Нам скорость атаки не нужна У нас и так бешеная скорость атаки на ультимейте И в плане урона Мьёльнир нас никак не бафает А вот как раз-таки Глипнир нас бафает Потому что он дает статы Статы это урон, плюс это мана В данном случае интеллект, да? Немножко становится плотнее И то есть непосредственно в плане разбития иллюзий Глипнир нам подходит намного лучше То есть если есть Нага там с Тараской Она жмёт Она спаунит иллюзии Мы просто подходим И просто, ну, бьём иллюзии Всё То есть они очень быстро рассыпаются В этом плане, то есть Глипнир, Глипнир и ещё раз Глипнир Если мы видим против себя ТБ Если мы видим против себя Нагу Если мы видим против себя Пейла, то мы после БКБ всегда Дарим Глипнир, всегда В плане критов Самый бустящий нас предмет по критам Это Дейдаус Потому что у нас бешеная скорость атаки Криты вылетают часто То есть мастхэв, если нужен урон Всё, просто берём Дейдаус Крутая шмотка Диффузел Блейд Беру только против Медузы какой-нибудь Чтобы просто сбивать ей щит И всё То есть диффуза, по сути, не нужны Потому что, ну, просто чтобы выжигать ману Сульчима это всё И как бы больше вариантов особо и нет Непосредственно МКБ берётся против таких персонажей У кого есть Миссы, Тролль, Фантомка В общем, по ситуации Аганим Аганим я сейчас не беру Потому что я считаю это больше саппортовский айтем То есть его порезали Порезали Теперь у нас, да Перезарядок уменьшается не на 20, а на 10 секунд Теперь у нас не полторы секунды сайлинса А одна секунда сайлинса Без команды мы можем только дать два сайлинса Непосредственно с ребаунда Да, и с диспоза Сайдкик надо вешать именно на героя То есть, да, это будет волна сала Но, в общем, такое себе То есть, это надо делать непосредственно с командой И брать его сразу же вторым предметом После Доминатора или после БКБ Ну, в общем, не вариант Такое себе Если же вы играете командно Там в стаке 5 на 5 То можно Но всё равно Я считаю это больше саппортовский айтем Он нас как кора не разгоняет Поэтому я зачастую Аганим скипаю Но, опять же, когда мы играем 5 на 5 Если этот предмет заходит Я могу его купить Ну или фар Ну, соответственно, мы берём Если есть много гастов Всяких щитов То, что нам надо поржить То, что нам мешает дамажить Берём нулик Очень классная шмотка Нас бустит То есть, ребята В зависимости от того Против кого мы играем Мы и берём наш закуп Соответственно, если мы играем против Вайда Мы можем даже взять аюндиск себе после БКБ Чтобы у нас банально не убивалось за хроносферу Если же у нас и так не убивают за хроносферу Нам аюндиск пока не нужно Мы можем купить себе скади Либо башер Чтобы, ну, банально с вайдом хитаться То есть, у меня есть баши И у нас будут баши Но, опять же Мы можем отключить вайду Баши как? Правильно, с сильверейджем Сильверейдж То есть, шмотка очень крутая На марсе Она прям бустит нас очень сильно В каких случаях покупать Бладторн? Бладторн стоит покупать, если против вас играет То есть, персонаж, который наносит очень много магического урона Например, Лишрак, Зевс Например, тот же самый Некрофос То есть, опять же Персонаж, который наносит очень много урона магического То есть, покупайте Машслейер Глушите его Всё Убиваете Красота Вообще В большинстве игр Каутсборка у нас будет То есть, мы покупаем Доминатор Фейзы Я зачастую в последнее время Не апаю Потому что мне и так хватает мувспида Я уже хорошо обращаюсь к доминаторным крипом Очень редко в него бьюсь То есть, нормально контролите Фейзы не надо Если с контролем проблемы Покупаете фейзы Не паритесь в крипа Не долбитесь Просто проходите сквозь него После доминатора мы зачастую тарим себе БКБ И уже потом тарим себе шард Почему? Потому что в замесе Уже к 20-22 минуте Зачастую ваш кипп будет просто отваливаться от АУЕ Заклинаний Потому что очень много урона И просто лопается И, соответственно, он вас доставил в файт И вы уже непосредственно от врагов прыгаете Прыгаете на врагов Да, то есть, ну и соответственно Бьете, 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 бьете Ваша задача просто бить в файте Это неплохой на самом деле чейн контроль То есть, если, вот вы, допустим, в замесе Остались, грубо говоря, один на один Вы просто нажимаете ульту Прыгаете на персонажа И просто его лупите, да? У вас есть контроль Контроль, контроль Баш, контроль И, то есть, соответственно, если цель Огромная, большая Вы ее просто бьете Держите в баше Продливаете контроль с помощью прыжка Все Вбиваете тпшки первым Шард Если вы не бываете у Старментора Сами покупаете Прыгаете на всех В файте Классная вещь Но только после БКБ Только после доминатора В этом случае покупаете себе шард Потому что Вашего крипа Еще раз будет просто убивать Зауе Либо просто медасить Вот Но к этому времени Ну Вам уже доминаторный крип В файте Тупо не нужно Потому что у вас будет шард Либо Старментора Либо сами купите Даже давайте чертим Что в основном Я покупаю на Марсе В основном Идет все время БКБ вторым слотом То есть В большинстве случаев Я покупаю именно БКБ Потому что Вы в основном Играете Против Саппортов Которые вам Просто мешают бить Следующий айтем У меня максимально Просто ситуативно То есть В этой игре Я покупаю МКБ Потому что Скорее всего Играю против Миссов То есть Я играю здесь Против фантомки Поэтому я покупаю Здесь МКБ Здесь я покупаю себе Башер На 20 минуте Потому что Играю против дровки Против селедки Ну непосредственно Чтобы перебивать Чтобы именно драться Чтобы не давать Нажимать кнопки Людям То есть здесь В этой ситуации Я купил башер Хотя мог конечно Купить сильвер Но посчитал Что башер Будет в этой ситуации Получше И в конечном итоге Я все равно Потом уже купил себе Сильвер Потому что Чтобы отрубать Пассивки селедки Чтобы спокойно Драться С ним В этой игре Я вообще Купил себе Хекс Потому что У нас все было хорошо У нас был урон У нас был хил Поэтому Я просто купил Дополнительный контроль Чтобы Непосредственно Хексить персонажа Да Тут есть кого Хексить Инвокер Дбшка Путш То есть И варлоку Будет неприятно Я тут решил Купить дополнительный контроль В этой игре Я купил себе Непосредственно Арчи И Айон Диск Потому что Играл против Вайда ОД БКБ не покупал Скай БКБ не покупал Единственное Кто купил БКБ Это Войд Но Мне не страшно Потому что Арчи Работает на Урсу Работает на ВД Работает на ОД Работает на Петуха То есть Здесь я посчитал Что Арчи Будет классным Ситуативным предметом Ну и соответственно Я купил себе Айон Диск Чтобы банально Не умирать За охрану Сферу Здесь я играю Против Макаки Против Лича Поэтому Здесь мне нужен Нулик После БКБ Я сразу же Начинаю себя Рашить Нулик Ну и уже В конце Мы купили Мидас Это уже По фану Не обращайте Внимание Тут уже Всех на 33 минуте Мидас То есть Мне здесь Был нужен Нулифар Чтобы банально Выиграть Игру Игра Против Бары Против Макаки Против Тайда Я здесь Понимаю Что мне Здесь надо Просто Рашить Непосредственно Сильвер Так как Здесь Варенье Этому челу Вообще На все Пофигу Этот чел Бьет с руки И соответственно Он меня просто Башит Ну а Никс Это Никс Никс Он так же Начинает Свой прокаст Непосредственно Из инвиза И то есть БКБ ты в целом Нажать не успеешь Поэтому Здесь я принял решение Что мне надо Отключать пассивки У МК Отключать пассивки У Тайтхантера Отключать пассивки У Спирита Брейкера Чтобы он меня Банально не башил Поэтому Я купил Просто Сильвер И мы Закончили За 25 минут Выиграли игру То есть В этом случае Я решил Зарашить Именно в первой Шмотке Сильвер Что на самом деле Сработало Здесь я После БКБ Начал себе Сразу же Покупать Орчит Почему Орчит Потому что Феникс Улетает Оракл Сейвит Жук Убегает Урса Жмет Свои кнопки Шторм Жмет Свои кнопки Я просто Покупаю Орчит И соответственно Убиваю всех И моя команда Убивает всех Купил в конце себе Хелм Оверлорд Чтобы взять Большого крипа Тупо Заканчивать Игру В большинстве Своем Хелм Оверлорд Берется Только для того Чтобы увеличить Ваш хил Увеличить урон Ваших союзников И соответственно Взять Бафнутого крипа Эншента Который позволит Вам нормально Пушить То есть Заканчивать Игру Тупо Сносить строение Больше Смысла В нем Нет То есть Не надо его покупать В каждой игре Это предмет Только на пуш Только на заканчивание Игры Поэтому Не позорьтесь Ребят Не надо Опять доминатор Это глупо Весь смысл Доминатора Состоит в том Чтобы помочь Вам нафармить Нужные артефакты И закончить игру Все Чтобы вас сделать Самостоятельным Продолжение следует